Сегодня у нас на обед яичница и картошка вчерашняя, тоже залито яйцом. Все так кипит, как будто бы масла здесь очень-очень мало. Также я салатик сделала, помидорчик с огурчиком, растительным маслом заправленный. Сейчас будем кушать свежий хлебушек, здесь нарезала. С печеньем будем чай пить. Уже время вечернее. Посмотрите, какое яркое солнце светит, хоть и вечер. Так, лук, получается, я сегодня с утра показывала. В итоге сделали еще третью грядку. Тут вот, получается, досюда у меня лук. Полторы грядки получилось, надеюсь, будет крупный. Здесь у меня как раз от бабушки еще осталось лук-чернушка. Вот это вот, как лук-сивок. Я вот сюда вот две линии посеяла. Здесь у меня чесночок немножко, вот почти три ряда, да, чесночка. Дальше здесь у меня салатные листья айсберг, два ряда. Дальше здесь у меня что было? Салатные листья айсберг, я уже сама забыла. Я помню, что здесь... А, здесь у меня лук, который на перышке. Вот он здесь. Здесь два ряда тоже таких же больших. То есть он не идет на корневище, он идет только на зелень. И здесь у меня два ряда редиски. Я немножко сажала, очень-очень реденько. Посмотрим, что вылезет. Я уже сама забыла, что посадила, поэтому лучше, думаю, покажу, пока точно не забыла, пока не вышли. Так, вот третья грядка. Здесь завтра что-нибудь будем сажать. Здесь будем на огурцы завтра копать. И завтра будем делать уже парничок для огурцов. Вот, вот, будем делать. И получается для помидорок, чтобы вынести. Дыню хотела вынести, но сегодня еще вообще рановато. Рано еще для дыни. Так, здесь я прямо уже вот такие вот палки воткнула, чтобы показать, где у меня что. Чтобы самой не забыть, что где посадила. Получается, картошку мы посадили в два ведра. Которую купили, ту и посадили. Хватит, я думаю, потому что желтую я не стала сажать. Здесь вот один ряд только желтую посадили. Здесь все у нас вот эта вот красная картошка. Вот эта вот поля вот до сюда, до этой палки. Ну, в принципе, немного, если посчитать. Потому что раньше мы сажали полный огород, а теперь мы посадили половину. Так, дальше. Здесь у меня горох. Очень много получается гороха. Здесь вот одна грядка гороха. Вторая грядка гороха. Третья грядка гороха. И четвертая грядка гороха. Вот такая вот длинная до конца. Я очень редко посадила, поэтому нормально. Здесь еще на первой грядке у меня есть фасоль. Фасоль стручковая. Посмотрим, как будет. Солнце так печет. Вообще жарко. 35 градусов на улице. Вот тебе 9 мая, да? А вот в этой грядке у меня кукуруза. До конца получается вот один ряд. И второй ряд. Две грядочки такие кукурузы. Дальше. Здесь будем сажать дыню. Здесь будем сажать кабачки, тыкву. И также подсолнухи будем сажать вот здесь. Ну, все поместится. Все будет как раз. Фух. А здесь у нас место для, получается, помидоров, когда в открытый грунт сажать. Капушка так хорошо. Тут не сглазит сидит. Ну, как сказать, хорошо. Вечером польем еще. Если бы еще не коты, да, которые вылазят. И то покакать, то что, да, сюда. То было бы вообще хорошо. Ну, вот смотрю, немножко, конечно, вянет, потому что жарко очень. Вчера посадили. Вчера нормально было. Здесь солнце только после обеда получается. Я думаю, пойдет. Все будет нормально. Покупки в магазине Магнит на 400 рублей. Яйца по 51,90. Так-то довольно свежий вроде бы. Хлеб. Одну взяла курицу. Здесь у нас 1,8 кг. Бананы, лимон, яблоки и груши. Удивлена была ценами на груши. Они по 68 рублей. Дальше в другом магазине взяла печенье вот такое куровье шоколадное. И вафельки. Такие вот покупки были сегодня. Всем привет! Перед вами покупка на 1300 рублей. Магазин Магнит. Пятерочка и полушка. Сейчас покажу, что мы купили на ближайшую неделю. То, что нам необходимо. Курица. Взяла одну, потому что у меня курица еще есть. Здесь у нас по 109 рублей килограмм. Сейчас посмотрим. Так, 1,6 кг. Я ее разделяю на части. И нам достаточно хватает на 3 блюда. Далее. Горох взяла. Хочу приготовить гороховый суп. Здесь ровно килограмм. Он такой колод. И можно приготовить даже гороховую кашу. Которую, кстати, никогда в жизни не готовила. Но надо попробовать. Далее взяла Макфа. 450 грамм. Вот такие ракушечки. Хватит пока у нас еще есть. Сосиски взяла молочные. Тоже шли по акции. Взяла вот такую колбаску. Хочу сделать пиццу. Вязанка докторская. Состав хороший. По ГОСТу. Тоже по хорошей цене. В пятерке. Чайки потом покажу. Молоко отборное. 1 литр. У меня муж с молоком не пьет. У меня уходит на тесто. И к себе в чай. Дальше взяла вот такое чудо. Йогурт. Черника-малина. Два вот таких сырка. Яйца. По 40 с чем-то рублей. Я всегда беру отборную категорию. По хорошей цене были. По 40 с чем-то. Не помню. В пятерке. Они крупные. И очень вкусные яйца. Мне нравятся. Дальше. Увидела буздягский соус. Краснодарский. Почему бы, думаю, не взять. Я его взяла. Тоже по скидке. Дальше. Два вида масла. Это бирская. 72,5% по 69,90% 180 грамм. И уральские просторы. Это на выпечку. Иногда маргарин кладу. Иногда вот такой спрет. Тоже хороший, кстати. Дальше. Вот такие конфетки немножко. Это у нас. Как его забыла. Марсианка. Немножечко здесь. Дальше взяла полкило пряников. Взяла вот таких вот с черемуховой начинкой. Тоже немножко. И еще к чаю взяла вот таких два пирожных. Наполеончиков. Вот на ближайшую недельку, я думаю, нам хватит вот этого. Ну, я еще плюс пеку пироги. Просто в этот раз яблоки еще не купила. Яблоки чуть подорожали. Огурцы. Помидорчики. Апельсины. Лимон. Это у нас бананы. Хлеб один взяла. Пока печь нет настроения и желания. Поэтому пока такой. И майонез взяла Провансаль. Махеев. По хорошей цене. Вот такие вот покупки. На 1300 рублей. Сейчас покажу чеки. Девочки, мальчики, всем огромный привет. Хочу с вами немножечко поболтать. Знаете, в моем предыдущем видео вы видели, как нам больно с мужем, да, как все у нас в жизни сейчас происходит. Как бывает. Бывают такие люди, которые так поступают. И знаете, в моем положении все-таки не очень-то хорошо. Вот это вот. Ну вот это расстройство. Все-таки расстраиваешься в любом случае. Меня это сбило как-то с колеей. Я не хочу ничем заниматься. Какой-то вот, знаете, жизненный настрой у нас упал. Про здоровье я пока еще не ездила к кардиологу, потому что никак не было времени. На скрининге я была. Все у нас в порядке. Главное, что все у нас в порядке. Главное, чтобы с ребеночком было все хорошо, а остальное как бы мелочи жизни. Вот. Ну вот, знаете, в жизни так бывает. Как-то вот сбивает что-то у тебя с колеи. И ты думаешь, а за что? Вроде бы в жизни ты никому не причинял никакого вреда. Живешь всегда по правилам. Никого не обсуждаешь, никого не осуждаешь. Ведешь здоровый образ жизни. Никому не мешаешь в этой жизни. Но, видите, получается совсем по-другому. Какой бы хорошим и хорошей ты не была, в жизни всегда найдутся пакостные люди. Вот сегодня у меня вообще какого-то жизненного настроя нет. Не хочется ничем заниматься, ни уборкой, ни готовкой. Опять все печально. Вроде бы ничего многого не просишь от жизни. Про дело с воротами я, конечно же, вам расскажу. Про ворота. Про ворота я хочу вам сказать, что у нас дело ушло в Роспотребнадзор. Потому что сразу с полицией нам сказали, что дело уходит в Роспотребнадзор. Все будет решаться уже там. Там будет решение. Но мы этого решения ждать не будем. Мы обязательно сейчас досудебную претензию отправляем. И потом уже подаем в суд. после истечения 10 дней. Так я ничего оставлять не хочу и не собираюсь. Результат меня не устраивает. Чтобы этот человек не говорил о моем муже и обо мне, я удивляюсь таким людям, как хватает совести. Мы потребители, да, мы имеем право на свою точку зрения. Если кто-то оказывает какие-либо услуги, эти услуги должны быть оказаны в стопроцентной форме. Я так считаю и буду так считать. Так что дело у нас еще не прекращается. Дело продолжается. Всем спасибо за поддержку, кто поддержал меня, кто поставил пачки вверх, кто поделился этим видео. Я очень вам благодарна. Спасибо вам всем и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok